Так, ребята, всё спокойно. Значит, верхняя трапециевидная мышца, вернее верхний пучок трапециевидной мышцы, он отличается и даже по тесту, и отличается по действию, отличается даже по взаимосвязанному органу. То есть, верхний пучок принято выделять, что это взаимосвязь с органами почек. Ну, тут ещё написано глаза-уши, но чаще всего это почки. Значит, что делает верхний пучок трапеции? Он лопатку в основном не прижимает к центру, он её поднимает, ну, может быть, слегка участвует в ротации, в наружной ротации лопатки, да, но также при фиксированной лопатке может двигать шейным отделом позвоночника и головой, даже участвует в поворотах головы. Окей? Соответственно, чтобы протестировать, например, левую, вот я покажу так, чтобы протестировать, например, справа, вот здесь, порцию трапеции сверху, нам необходимо вывести точку начала и крепления на максимально приближённую линию. Значит, мы делаем наклон головы в сторону одноимённого плеча, поворот головы в другую сторону, чтобы вот этот пучок приблизился, и одновременно подъём плеча к направлению затылка, да, получается такое положение. Соответственно, в тесте мы должны указать человеку, что он двигает затылком к одноимённому плечу, а своим движением разрываем одновременно и за затылок, и за плечо, то есть не что-то одно фиксировано, а другое двигаем, а тут надо сделать разнонаправленное движение. Окей? Ну вот теперь демонстрация на теле. Пожалуйста, тело. В основном только сидя тестируют. Но, ребята, у кого проблемная шея будет у ваших пациентов, пожалуйста, можете, в принципе, избежать этого теста, потому что чаще всего трапеция — это единственная надежда шеи на какую-то стабильность, потому что более глубокие мышцы, особенно задней поверхности шеи, они имеют свойство к гипотонии, а трапеция почему постоянно у людей перегружена? Потому что вот это чуть ли не единственный оплот стабильности. Поэтому, если вы её ещё один, два, три раза протестируете, да, верхние пучки, то вы можете человеку сделать обострение. Поэтому очень аккуратно, очень нежно, и не всегда это надо тестировать. Но, как бы, для общего развития, в принципе, вы должны это уметь. Значит, ещё раз. Поворот головы в другую сторону, запрокидываем голову и одноимённое плечо поднимаем. Вот такое странное положение. Теперь просим человека удержать это движение. Сами хватаем за затылочную кость и за плечевой пояс и говорим, двигайте теперь затылок к плечу. И производим разнонаправленное движение. Ещё разок. Двигаем. Ну, тут не могу сказать, что плохой тонус. Достаточно неплохо. Значит, здесь поворачиваем. Стоп. Наклоняем назад. Поднимаем. Затылок к левому плечу. Угу. И тут неплохо. Вот. Даже у него, видите, как бы реакция на тест не очень, да, хорошая. Поэтому, а тем более, когда к вам придёт человек с болью в шее, ну, уже если прям сильно хотите протестировать, прям сильно надо, ну, протестируйте. Но если вы, как бы, видите, что там может быть что-то потом негативное, то, наверное, избежите лучше этого. Потому что, вообще, на самом деле, трапеция редко бывает слабая, именно верхний пучок. Она бывает чаще всего, это именно укороченная, либо фасциально укороченная, либо спазмированная, как гипертонус. Потому что она компенсирует кого-то другого. Либо, например, встань. Либо, допустим, это могут быть шейные мышцы, может компенсировать. Как задние, в принципе, так и грудиноключично-сосцевидную слабость тоже может компенсировать. Частично хотя бы, некоторые волокна. Значит, либо может компенсировать гипотонию, вернее, даже не компенсировать гипотонию, а страдать вторично от гипотонии ромбовидной, трапециевидной нижних порций и широчайшей. Все они, расслабившись, дадут движение лопатки наружу, вверх и с наружным вращением. А трапеция, это будет единственная мышца, которая компенсаторно укоротится в ответ на их расслабление. То есть, одна мышца отпускает свои места крепления, вторая обязательно должна укоротиться. И вот, если человек ходит все время в этом положении, то вы еще сюда добавите тест, можете еще сделать беду. Или, например, когда носят сумки все время на одном плече, то тоже вы увидите не только плечо поднятое, но эта трапеция, она все время будет в гипертонусе, в состоянии гиперактивности постоянной. Учимся. Поехали. По большому счету, да. Не имеет значения, но все фазы должны. Но легче всего это повернуть, потом наклонить и только потом уже поднять плечо. Не-не-не, не на себя, а вот смотри, стоп. Поворот, наклон сюда и только потом вот так. Вот, вот еще раз на картинку взгляни. Вот представь, что ты хочешь самые крайние волокна проверить, да? Вот сблизь их максимально одно к другому. Да, 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 потому что, скорее всего, другие у тебя не держат там. Ну, давай еще, давай еще раз проверь. Только обхватывай вот голову с этой стороны. Подняли плечо, удерживайте. Вот так. Ну, а здесь спереди? Разно направлено. Да, 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 спереди. Давите вниз головой. Да, нормально, схватывает. Да, 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 да. Да, 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 все правильно, все правильно. Вот представь, что тут у тебя невидимая нитка, да, которую ты пытаешься как бы разорвать. Наверное, в большинстве людей это будет. Окей. Ну, да. Ну, да. Не кушать там. Наполеваем. Печка поднимаем. Наверное, супертоникам тоже не очень. Каса за это. Потому что позвоночная артерия, конечно.